Всем привет! Привет! Я извиняюсь, что с утра я не показала вам свою косметичку, как обещала, сказала, что через 40 минут эфир, но получились непредвиденные обстоятельства, мягко говоря, из-за которых я не смогла зайти в эфир. Привет с Парижа, Париж! Как бы я хотела побывать в Париже, еще никогда там не была. У меня сегодня такой же макияж, значит, мы с тобой точно красотки. Что за блеск? Очень красивый. Так, не поленюсь сейчас показать вам свои блески, которые я, походу, забыла. А, нет, не забыла. Значит, смотрите, сверху у меня блеск Essence, которым я пользуюсь всегда, а до него я нашла вчера шикарный в NYX блеск. Сейчас вам покажу его. Вот об оттенке. Вот многие блогеры обсирают на самом деле NYX. Но если вдруг NYX закроется, я не знаю, что я буду делать для меня. Это шикарный магазин Liply 02. Смотрится шикарно. Сейчас я вам его покажу. Многие блогеры почему-то говорят, что NYX, там он уже себя давно исчерпал, что ля-ля-ля-ля-ля-ля, там я вот смотрела обзоры, что косметика говно все не очень. Но мне очень нравится их косметика. Очень нравятся помады, которые они делают. Он на самом деле, вот этот вот блеск матовый, но я чуть-чуть глянца нанесла, но вот сейчас, например, опять превращу его в матовый цвет. Но что в матовом он также смотрится великолепно. Потрясающий, мне кажется, очень красивый. Под него идеально подходит карандаш, который я вам сейчас покажу. Идеально подходит. Вот что, даже что уж говорить о NYX. Если сравнивать, например, с Маком, с Бобби Браун, карандаши, с которыми я очень хорошо знакома для бровей, например, у Лизы был Бобби Браун карандаш. Я им тоже часто пользовалась. У меня был Мак карандаш для бровей. Я купила себе NYX вчера, и сегодня я накрасила им крови. Могу сказать 100% уверенностью, что NYX, он победил. Я, честно, не помню, сколько он стоит. Точнее, я даже не знаю, сколько он стоит. Я не смотрела на цену. Я там не только его покупала, поэтому я понятия не имею, сколько он стоит. Но я уверена, что он по ценовой политике довольно-таки ниже, нежели чем карандаш из Мак. Объясню, почему. Здесь он очень тоненький, очень тоненький. И когда мы его выдвигаем, сейчас, секундочку, покажу. Им очень, вот, посмотрите, какой он просто настолько тонюско, и он очень жесткий. Например, карандаш от Мак, в нем уже была, карандаш от Мак у меня стоил 1900 рублей, и в нем уже был заложен воск. Сейчас я в тоннеле еду просто. И в нем уже был заложен воск. И в связи с этим он был очень мягкий, и он вообще неустойчиво находился на бровях. То есть он все время смазывался. Этот карандаш очень-очень-очень-очень твердый. Поэтому, о господи, какой длинный тоннель. Поэтому, когда ты им красишь брови, я думаю, что он будет прям стойкий у меня в течение дня. Но это мы как раз-таки проверим. Вот, сейчас я вам покажу карандаш для губ, который вчера нашла. Сейчас в тоннеле уже закончится. Все. Да будет свет. Да будет, да будет свет. Ура. У меня есть такой блеск. А, по-моему, слишком вызывающий. Значит, покажи, чтобы сделать скрин. Вот скрин карандаша. Можете сделать. Мне этот карандаш очень понравился. Вообще не знаю, как без мака. Ой, без мака, в принципе, тоже, хотя я не фанат мака. Я больше по NYX. Вот карандаш от NYX. В оттенке, я думаю, он тоже у всех есть. В оттенке Adai. Как это так называется? Сейчас я покажу, как. Красиво, как смотрится. А когда тело подзагорит, я думаю, это будет вообще просто превосходно. NYX для бровей, понимаете, он настолько тонкий, что я могла легкими стрижками себе потрорисовать. Очень четкий контур бровок. И также зачитать их наверх. В Vivienne Sabu я приобрела себе гель для бровей, которые сейчас держат мои брови. Нет, очень красиво. Мэри, когда итоги конкурса? Кстати, да, сегодня я подведу итоги конкурса, которые, где вы узнаете, кто выиграл одежду. Поэтому, если кто-то еще хочет поучаствовать, можете это сделать. Вот, да. Ммм, такой аромат просто превосходный. Гель, кстати, шикарный, лучше дорогих. У меня просто все это время я пользовалась гелем, который я купила в Японии много лет назад. Он у меня так долго служил. А я его не теряла, но он уже завонялся. И поэтому он уже просроченный такой был. Что я решила гель для бровей приобрести за 150 рублей. Вот. О чем совершенно не пожалела. Жвачка настолько мятная, что мне за это хотелось чихать. Рады будем видеть себя у нас. Хорошую девушку. Может быть, обязательно приеду в Апхазию, потому что говорят, что там очень красиво. аромат Луи Виттон, это в Монако я брала пробнички. Спасибо всем большое за комплименты. Водители никогда-никак не реагируют. Почему-то всех всегда так интересен этот вопрос. Как реагируют водители? Ну, как... Ну, никак не реагируют. Как они должны реагировать? Вы поругались, Лиза? Или вы поругались с Лизой? Да, мы поругались с Лизой. Уже достаточно давно. О чем я ни капли, кстати, не жалею. Вот. Будь здоров, большое спасибо. Что за духи? Уже ответила. Дорогая, порекомендую. Тоже клевую. Вивьен Сабо, Кабаре. Все пользуются, вот действительно, все девчонки на протяжении многих лет. Я знаю абсолютно вот каждую девчонку, кто не наращивает ресницы, все пользуются этой тушью. Вивьен Сабо, Кабаре. Поэтому обязательно, обязательно приобретайте себе. Приезжай. Думаю, не пожалеешь. Только минус такой, таких хорошеньких так радуют здесь. Ой, не, мне это не надо. Мэри, ты красотка, большое спасибо. Очень приятно. Да, давайте я тогда завтра, послезавтра... Блин, я вам все время говорю, что я завтра, послезавтра сниму вам видео, и нифига их не снимаю. Ну вот. Но, так, подождите. Я просто сегодня ночью улетаю, и, точнее, вечером, и подзагореть хочу, и тогда я точно сниму вам пару видео. Давайте так сделаем. Когда подзагорю, я сниму вам. По твоей наводке купила прозрачный блеск эссенс. Мне очень приятно, девчонки, если вы следуете моим рекомендациям. Нет, я абсолютно без фильтров. Сколько весишь сейчас? Думаю, 49 килограмм. Худая. Посмотрите, я выложила пост сейчас со стоматологом, мы сфотографировались. Вот, пролайкайте его, пожалуйста. Подпишите комментарии, если вам не сложно, буду очень вам благодарна. Я прям такая смотрю на себя, прям худая стою рядом с ней. Да, я знаю, что очень многие купили этот блеск, но мужчины здесь классные. Мэри, я сама недавно переехала сюда, замужем за абхазца. Ну, каждому свое, я подумаю. Спасибо за то, что приглашаете, в любом случае. Всегда, это всегда приятно. Ты весишь 56 где-то примерно? Нет, я не вешу 56. На самом деле, все, когда все, когда видят меня вживую, умиляются, какая я маленькая. И, например, последние дни, когда я ходила по магазинам, мне все давали только размер XS, что я прям очень мелкая. Я не знаю, все говорят, ты через Инстаграм, ты очень кажешься высокой и очень полной. Я не знаю, почему так. И говорят, что в жизни я намного приятнее, лучше, и вообще няшка такая, что типа в Инстаграме у меня какие-то нотки стервозности могут быть, что в жизни я, наоборот, очень милая и добрая. Но я считаю, что я и в Инстаграме очень милая и добрая. Нам надо вот сюда, в магазин Добрынинский. Все правильно, мы едем. В магазин Добрынинский. Я просто приехала, вот, и мне придется выходить из интернета. Ты, Толстушка, не гони. Ну, вот завтра я своих купальников продемонстрирую, насколько я Толстушка. Вот и посмотрите. Нам вот здесь надо остановиться, да. Короче, ребят, я сейчас буду звонить, чтобы меня встречали, вот. что это, у меня, ну, чтобы я не мерзла на улице. Я вас целую, я, может быть, попозже выйду в эфир. И все, всем спасибо, бляхам, мухам, блин. Жалко, что мы так мало пообщались, я только раскочегарилась, и уже надо выходить. Все, чмоки, чпоки. Чпоки.